Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 18 декабря, и своеменина в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Саввы Ильи Геннадия Сергия. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь совершает память преподобного Саввы Освященного. Неприметное село Муталаска в Каппадокийской области стало знаменитым благодаря великому подвижнику Православной Церкви. Здесь от отца Иоанна и матери Софии родился мальчик, который впоследствии вырос в преподобного Савву. На восьмом году жизни оставил родительский дом, принял иночество в ближайшей обители, так называемой Флавиановой. Спустя десять лет перешел в палестинские монастыри, где дольше всего подвизался в обители преподобного Ефимия Великого и преподобного Феоктиста. Прозорливый Ефимий предрек о нем, что будет он славным монахом и наставником иноков и учредит лавру, величайшую всех лавр, существовавших в то время. По кончине преподобного Ефимия святой Савва удалился в пустыню, где в некой пещере, указанной ему ангелом Божиим, провел как отшельник пять лет. После этого, когда сделался совершенным монахом, начали по Божьему промыслу собираться вокруг него многие ревнители духовной жизни. В короткое время их число настолько возросло, что Савве пришлось строить и церковь, и многие кельи. Прибыли к нему и некоторые армяне, которым он выделил отдельную пещеру для богослужений на армянском языке. Когда умер его родной отец, пришла к нему его престарелая мать София, которую он постриг в монахине и дал ей келью в отдалении от своего монастыря, где она подвязалась до конца своих дней. Немало напасти претербел сей святой отец и от близких людей, и от еретиков, и от демонов. Однако все преодолевал близких людей, побеждал добротой и снисходительностью, еретиков — непоколебимым православным исповеданием веры, а демонов — крестным знаменем и призыванием Бога в помощь. Нарочито ожесточенную брань вел он с бесами на горе Костылия, где положил начало своему второму монастырю. Всего же основал семь обителей. Преподобный Саввы, преподобный Феодосий и его отец считаются величайшими светилами и столпами православия на востоке. Царей и патриархов исправляли они в вере, но при том всем и каждому служили примером святого смирения и досточудной силы Божией. После трудной и многоплодной жизни преподобный Савва упокоился в Господе, достигнув 94-летнего возраста. Был это в 532 году. В ряду его многих прочих добродетелей и чудотворений упомянем лишь о том, что он первым упорядочил чин богослужений по монастырям, известным под именем Устава Иерусалимской Церкви. Каждый раз, когда мы обращаемся к Богу за помощью, мы надеемся, что Господь умилосердится над нами, дарует исцеление или вразумление, или защитит, или сохранит. Но далеко не каждый раз Господь отвечал на молитвы обращающихся к Нему, совершая те или иные сверхъестественные действия. Поэтому необходимо внимательно размышлять и разбирать те истории, которые приведены в Евангелии, где люди, обращающиеся ко Христу, получали исцеление. Например, есть удивительная по смыслу, по действию история, когда Господь в синагоге исцеляет скорченную женщину, пребывающую в таком недуге 18 лет. Это какая-то форма, может быть, детского церебрального паралича, которая осталась, может быть, полиэмилита, может быть, иной какой-то болезни, связанной с травмой или врожденной. Вот женщина претерпевала всевозможные страдания, но обращает Господь внимание, или точнее, евангелист, который эту историю записал, что случай произошел в синагоге. То есть, несмотря на свою немощь и, скорее всего, неспособность ходить или ходить очень ограниченно, женщина приходила, как положено, по заповеди, раз в неделю в синагогу. И именно вот это усердие, любовь к духовному чтению, к молитве, к познанию закона Божьего привлекло внимание Господа на эту страдалицу. Господь говорит, «Встань, женщина, освобождаешься ты от недуга своего». И в тот час расправились члены, она встала и стала ходить прямо. Ну, а дальше там история уходит немножко в другое русло. Начальник синагоги, он стал на эту тему умничать. Ну, типа, шесть дней есть у вас, в них приходите исцеляться. А день суббот – день покоя. В этот день не стоит совершать лишних телодвижений. И Господь его называет лицемером. Как же, говорит, так? Ты о своём домашнем скоте заботишься и ведёшь пить, и кормишь, хотя, ну, это против, так сказать, формального закона. А сию жену, которой 18 лет, как связал сатана, она же лучше, чем осёл. Её надо в первую очередь пожалеть и помочь ей. Женщина исцелилась. Когда мы были в Верхотуре с сёстрами, то поразила одна встреча. Некоторое время назад в социальный отдел епархии обратилась семья из Верхотуре с просьбой помочь в одной операции. Вот тогда мы познакомились с девушкой Мадиной. Нерусская. Черноволосая, черноглазая. Тогда ей было 12 или 13 лет. Врождённая болезнь, она не способна передвигаться. Вот так на коленочках ползала. Получилось отправить на операцию. Что-то врачи сделали необходимое. И она вернулась на родину уже с некоторой способностью передвигаться. То есть не прямо, но всё-таки на согнутых ногах возможность появилась. И вот когда она узнала, что мы приезжаем в Верхотуре, заранее, когда Господь так устроил, что прям созвонились, выяснили, поехала одна из добровольцев, которая с ней поддерживала контакт. Тут находимся в храме, на службе, и вдруг в него входит юная девушка. входит своей немощствующей походкой. Но поразило то, как она добралась, потому что без помощи она не может забраться в автобус. Вот с края города она добралась до центра, до храма, зашла на ступеньки. Как раз успела к молебну перед мощами Святого Правильного Симеона. Потом она очень-очень хотела побывать в Меркушино, в котором была в двухлетнем возрасте. Вот такая возможность ей предоставилась. Единственное, из нерусской семьи находит в храм, превозмогая вот эту немощь, каждую неделю бывая на богослужении, вот это поражает. поражает любовь к Богу, любовь к храму этого удивительного человечка и ее воля и стремление быть Богу угодной. Это такой пример на фоне того, как очень многие крепкие, здоровые христиане, они не находят ни времени, ни сил, ни желания, оправдывая себя тем, что, ну, там, да, дел столько, что и на семь дней не хватает. А как же? А как же Господь будет в их жизни, когда один из важнейших законов человек презирает, пренебрегает? Как в другом месте другой сцеленный слепец сказал, что грешников Бог не слушает, а кто чтит Бога, кто богачтец есть, того Бог слушает. Почитание Бога, оно в том числе выражается и в богослужении, в молитвенном предстоянии в Церкви Божией. Именно поэтому Господь так регламентировал. Шесть дней делай дела твои, седьмой день Господу Богу. И вот эта девочка Мадина в крещении Тамара, прошу всех о ней молитвенно воздохнуть, дай Бог ей доброго здоровья, она является и примером, в то же время укором всем тем, которые имеют возможность, но не имеют желание. Дай Бог, чтобы что-то в нашей жизни изменилось вот этим удивительным примером нерусской христианки. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok